Ну, я хочу поделиться своими соображениями, некоторыми. Когда я познакомился с отчетом нашего отдела, обратил внимание на то, что на последний год какой-то, можно сказать, взрыв публикации. В общее количество около 50, причем несколько работ в печати, уже принятые в печати и должны выйти в начале следующего года. Сегодня, когда я послушал отчеты других отделов, ситуация в общем похожая. Тоже достаточно большое количество публикаций в каждом из отчетивающих сегодня отделов. Причем публикации, конечно, многие за границей, наши блестники на английском языке. Кто может за этим, так сказать, в чем причина, как мне кажется. Ну, естественно, срабатывают наши, с одной стороны, наши старые научные связи с коллегами за рубежом, новые научные связи, которые устанавливают наши молодые научные сотрудники, во всех отделах, которые отчитывались. Это с одной стороны. С другой стороны, как и в нашем отделе, в частности, сработало то, что мы за те годы, которые, десятилетия, которые специально удилили этому большое внимание, мы собрали огромную коллекцию в одной из самых больших в Европе, в гельминтов, особенно гельминтов птиц. Ну, вы видели в отчете музея отдела фондовых коллекций, в лаборатории фондовых коллекций. Это достаточно большое количество видов. У нас есть не только с территорией Украины, но и с многих других стран Европы, и не только Европы. С другой стороны, вы знаете, что чем хуже условия, возникают стрессовые ситуации. В стрессовых ситуациях проходит мобилизация защитных сил организма, так сказать. И человек выдает максимум, на то, что он способен. Это говорит о том, что потенциал наш действительно очень велик во всех наших отделах. И это дает нам возможность в этих трудных ситуациях существовать и выдавать, значит, большую продукцию печатную. Конечно, трудно сказать, что стрессовое состояние не может продолжаться бесконечно, как будет дальше. Но я думаю, что еще в ближайшие годы мы благополучно в этой ситуации будем существовать и производить продукцию печатную. А наша основная задача – это именно печатная продукция, которая дает какие-то... Наши данные поступают таким образом в научный оборот во всем мире, потому что об этом свидетельствует цитирование наших работ далеко до пределами Украины или Высшего Советского Союза. Так что я некоторым оптимизм смотрю на ситуацию и думаю, что отчаиваться нам рано. Спасибо. Спасибо. Без вопросов. Работа делается, хорошая работа, как всегда, на высоком уровне, и статьи прекрасные, и все хорошо. Единственное, что я так вот так, как я считаю, все познаюсь в сравнении, сравниваю так, один, второй, третий, и чем так не показалось, слишком порой были многословные докладчики. Знаете, это определенный тоже признак. С одной стороны, люди уже хорошо говорят, много говорят, любят говорить, но, с другой стороны, это иногда бывает, когда не очень-то... Иногда надо поговорить, чтобы не показывать реально, что есть. То есть, ну, это так, чисто мое впечатление. Очень долго теперь, там, ну или по 15 минут, по 15 минут только паразитология, наверное, считается за 15 минут. Не задрена. Вот я, так сказать, заметьте. Кстати, меньше всего вопросов, что я прекрасно был отчет. Можно сказать. Значит, единственное, я позволю себе некоторые моменты, связанные с обсуждением научных проблем, которые так или иначе возникают в связи с отчетной сессией. Ну, первое, я хочу сказать, что меня очень заинтересовало это по энтомологии, по бабочкам, ситуация. Я вообще считаю, что, наверное, это не только связано с бабочками, реально, действительно, это происходит. Я только недавно читаю, так сказать, ну, масс-медиа. Но, в общем-то, такую вещь, которую мне как загубок, полосты нашей, я этого не знаю. Оказывается, фонд «Дикой природы» официально опубликовал на своем сайте эту информацию, что с 70-го года численность популяций всех животного мира сократилась на 60%. А водных, те, которые есть на водных, водных системах, на 80%. То есть мы имеем 40% численности животного мира за 50 лет и 20% личных систем. И, конечно же, когда смотришь диссертации, особенно по энтомологии, когда там 100 видов человек не описывал, этот приводит, своих список, говорит, что 20, я новых нашел, а 40 я там не нашел. Я всегда, мне казалось, что это связано с динамикой фауны, а не со степенью излученности. Ну, по-видимому, так же оно и есть. Второй момент, который я хотел бы обсудить, это связан с вопросом молекулярной систематики, с новыми видами и этими вещами. Я хочу сказать, что, как бы это сказать, ну вот я достаточно критично высказывался по поводу того, что там генетическая дифференциация равна нулю или чуть больше нуля генетическая дистанция, поскольку у позвоночных животных обычно генетические дистанции там 8, 10, 12, в зависимости, то есть раз в 10 больше, чем у этих вот. Но я хочу сказать, что это не я такой нехороший, это вы такие нехорошие, потому что вы занимаетесь этим исследованием, вы приводите эти материалы, которые показывают степень генетической дифференциации ваших торцов. И мы будем дальше эти исследования и вы будете проводить, потому что ни один грант сейчас не идет без секвенирования, без генетической дистанции, без генетического. Просто вопрос о том, что надо как-то вовремя предвидеть, это не предать. Вовремя предвидеть тенденции, но это как-то менять подходы к новейшим достижениям в области систематики беспозвоночных. Не к тому, чтобы там достижения, как мы поописывали огромное количество видов. Вот там, наверное, другие надо подходить, но это, наверное, другая. Но это мое мнение, еще раз я подчеркиваю, что это не мы, это вы, это объективная реальность. Я вспоминаю в одном случае, когда-то я делал доклад своей докторской, которая, кстати, называлась «Систематика мышей северной Евразии и сравнительная молекулярная эволюция». Работа была в 1998 году защищена, и когда я тут спредставлял это, по-черпски, и многие очень критически возникали по отношению к этой работе. Я помню, Игорь Андреевич сказал, что «Вы знаете, нравится нам, не нравится, но жизнь такова, что объективные события идут, и мы можем остаться на тротуаре, когда жизнь пройдет мимо нас». Так и здесь, это же объективный момент, эзонетическая динференциация равна 0, это норма 0, вы ничего с этим не можете сделать, и тут надо, естественно, приехать и решать. Спасибо. Спасибо. Те, что мы увидели, оно достаточно ясно отвечает и объективной картине, которую мы имеем на сегодняшний день в Институте. И каждый из отделов, который сегодня избитывался, дав максимум того, что он мог дать. У кого-то это был початок, у кого-то это было завершение звездного периода, тому были и разные результаты, у кого-то был такой певный лаг попередних периодов публикаций, у кого-то завершивались гранты за кордоном, кто-то мог бы звездовать. Поэтому мы увидели достаточно строкатую, мозаичную картину и за качеством публикаций, и за количеством публикаций, и за сенсом, потому что большинство отделов, практически все отделы, которые сегодня избитывались, это отделы систематичной и фаунистичной. Те, что мы увидели, мы сейчас работаем на колоссальном материале, который в Институте, и мы получаем доступ к материалам, колоссийным материалам за кордоном. Законок этого мы существуем, мы не имеем серьезных денег, даже фандрайзинг в певных случаях не помогает в плане серьезных денег, чтобы получать интересные материалы с интересными подходами для этих материалов, чтобы брать сразу свежие материалы для секвенувания, чтобы работать так, как сегодня работают во всем мире, начиная с секвенувания, закінчивая морфологией, а не наоборот, я работаю. Но пока мы имеем певный запас мощности для того, чтобы работать. Я думаю, что ответы, которые сегодня прозвучали, они заслуговывают на то, чтобы быть хваленными, они все имеют позитивный баланс, поэтому это моя думка. А все иначе, все иначе на что? Поживемо, увидим, как оно будет складываться. Дякую.